Здравствуйте, друзья. С вами я, Юрий Гемельфарб, и сегодня у нас в гостях политолог Александр Кушнарь. Добрый день, Сэр. Привет, Юр. Здравствуйте, зрители. — Саш, у меня только один, но очень жесткий вопрос. Дело в том, что, как стало известно, Пентагон модифицировал комплексы «Хаймерс» для того, чтобы Украина не смогла их использовать для запуска ракет по территории России. Ты меня извини, что это за мерзость. Я прошу прощения, что я такие выражения употребляю, но у меня нет других. Ну, тут, понимаешь, вопрос можно было бы поставить так, что лучше быть богатым и здоровым или бедным и больным. Понятно, что с «Хаймерсами», которые стреляют «этэкомсами», было бы лучше, чем без «Хаймерсов». Почему так было сделано, мы знаем. Ответ администрация Байдена неоднократно, официально этот ответ давала. Но тут нужно понимать следующее, что одно дело это то, как вот эта ситуация была обозначена Белым домом полгода назад, когда в конце мая Байден объяснил, что даст ракеты на 80 километров, но не даст на 300 километров. И нужно понимать, что с тех пор все-таки ситуация сильно изменилась. То есть, ВСУ показали не просто способность хорошо обороняться, они показали способность очень эффективно наступать. При том, что они до сих пор по целому ряду направлений значительно отстают в вооружениях от того, что есть на вооружении у российских людоедов. И теперь уже отношение к ВСУ другое. И мы не знаем, как сейчас, если бы принималось решение по вот этим «Хаймерсам», администрация Байдена повела бы себя. То есть, продолжали бы эти «Хаймерсы» кастрировать. Понятно, что и те, которые продолжают передаваться украинцам, в том числе новые версии, они тоже наверняка идут с программами, которые ограничивают эти «Хаймерсы» в стрельбе по российской территории. Но опять же, нужно понимать, это все следствие вот того решения по годовой давности. Так работает американская бюрократическая машина. То есть, тогда принятое решение, тогда данное обещание, да, это очень серьезно. Вот если что-то, такой высокий политик, как американский президент, что-то обещал, да, тем более публично, тем более в своей статье для ведущего издания, то этого обещания нужно придерживаться. Значит, и поэтому они не могут просто взять вот сейчас вот так и сказать, ну все, мы это обещание нарушим. То есть, это просто традиция. То есть, если традицию нарушить, то посыпется вообще все. В американской государственной системе и вообще политике как таковой. Но я предлагаю обратить внимание на другое, да. Что мы увидели в последние двое суток? А то, что решение по обходу вот этого обещания было найдено. Да, и мы не знаем, как оно было найдено, кем именно, какие стороны участвовали вот в нахождении этого решения. Но это решение было найдено. Значит, Укроборонпром, или я не знаю кто, или может быть он совместно с какими-то странами-членами НАТО, сделал какую-то, то ли ракету, то ли дрон Камикадзе, до сих пор непонятно что. Я напомню, что Укроборонпром недавно объявил о том, что он кооперируется с производителями шести стран-членов НАТО. Причем, среди этих шести стран две неназванные. И вот давайте подумаем, а что это за две неназванные? Почему бы это не Германия, например, или не Франция, или не Великобритания, да? То есть там перечисляются страны Восточной Европы, такие как Польша и Чехия. Но вот две страны оказались засекречены. То есть вполне возможно, что это страны с передовыми технологиями, да? И вдруг, через примерно месяц после вот этого объявления, каким-то совершенно чудесным образом, мы узнаем о том, что у украинцев появилось какое-то оружие судного дня. Ну, по крайней мере, если вот сравнивать его с тем, что у украинцев было до этого. Вот просто откуда-то появились какие-то летающие бомбы на тысячу километров, да? А то, может, и больше, если судить, потому что вот сейчас вот Financial Times нам выдало со ссылкой на какого-то там анонимного источника. Поэтому сейчас вопрос уже о хаймарсах, которые кастрированы были специально, чтобы украинцы не могли бить по российской территории, вот эта вся песня, она отходит на задний план. Опять же, она объяснима, это скорее политическое решение, это скорее было связано с тем, что вот в том контексте, когда оно принималось, еще не ясно было, Путин насколько болен. То есть он болен на полную голову или только на половину? Ну, своего маленького мозга. Значит, вот, да, он будет применять ядерное оружие или нет? Ну, сейчас понятно, что нет. Поэтому получилась такая история. Вроде как и американцы ни при чем, но они вполне возможно действительно ни при чем. Да, чисто вот украинское изобретение, ну, украинцы смогли, да. Я, кстати, не сомневаюсь, они вполне возможно действительно смогли, может быть, без помощи, может быть, с чьей-то помощью. То есть, но нам нужен результат. Результат заключается в том, что дальние тылы России загорелись. Мы этого давно ждали, и это произошло. Но, что еще более поразительно, как рассказал источник газеты Financial Times сегодня, что бьют, оказывается, украинцы не дронами Камикадзе, которые делают Укроборонпром. И тут я хочу обратить внимание на вообще довольно такую запутанную историю. Вот чем все-таки бьют на самом деле в ИСУ? То есть сначала, то есть два месяца назад Укроборонпром объявляет о том, что в его недрах делаются вот эти вот дроны на тысячу километров в дальности с боевой частью 75 килограмм. Значит, вот происходят на днях вот эти удары по дрем базам и одному комбинату в России. И выходит какой-то анонимный источник из украинских структур на западные издания, говорит, что это дроны Камикадзе. Сегодня другое издание, да, Financial Times, приводит свидетельство другого источника в Украине, который говорит, что это не дроны Камикадзе, и что это не стриж, про который вот сейчас все говорят. Стриж вот этот советский старый дрон, который был изначально сделан для проведения разведки, потом его использовали как такую учебную мишень для стрельбы по ней. То есть, если это не стриж, если это не дрон Камикадзе, возникает вопрос, а что это такое? Ну, остается только, в общем, два варианта, да. Либо это какой-то новый, ну, может быть, дрон или, я не знаю, аппарат, так его можно назвать, да. Ну, опять же, что это за аппарат? То есть, он же все равно должен быть как-то классифицирован. Ну, наверное, дрон какой-то. Пусть не вот этот дрон Камикадзе, но какой-то другой дрон Камикадзе. Может быть, где-то отдаленно напоминающий стриж. То есть, что-то подобное к крылатой ракете. Или второй вариант. Это, собственно, крылатая ракета. Опять же, не нужно удивляться, потому что украинцы сделали Нептун. Они сделали Гром. Вообще, это ракетная держава. Это ракетная держава, которую просто когда-то лишили ее потенциала ядерного, стратегического всякого. Просто потому, что американцы тогда надавили и сказали, мы признаем вашу независимость, если вы расстанетесь со стратегическими игрушками, отдадите все России. Это была, конечно, стратегическая ошибка США, за которую сейчас, собственно, расплачивается Украина. Да и сами, кстати говоря, сейчас Штаты. Но, тем не менее. Так что не нужно удивляться. Украина получила какое-то очень интересное орудие. И пока непонятно вообще, на каком этапе разработки она находится. То есть, вот что это было? То, что было в Курске, то, что было в Рязани, в Энгельсе, в Брянске или под Брянском, точнее. Это было вот именно готовое уже оружие или это испытание? То есть, я не удивлюсь, если выяснится, что это пока что испытание. То есть, вот россияне в данном случае, вот эти вот агрессоры, оказались подоптными кроликами. На них испытали. Ну, сейчас, наверное, подредактируют, улучшат. Вот, то есть, там, опять же, вопрос с наведением. Наведение довольно сложная штука. Есть, опять же, вот такое вот сообщение от этого вот источника Financial Times, что вроде как наведение идет по инерциальной системе. То есть, оно вроде как не такое точно, как по GPS, но зато заглушить нельзя. То есть, опять же, это проблема для ПВО. И мы, возможно, в ближайшее время узнаем, а может быть и не узнаем. Но увидим. Ну, увидим, да. Но секрет, конечно, украинцы постараются сохранить. Но рано или поздно все равно станет явно. Потому что, ну, будут какие-то обломки, наверное, россияне посмотрят. Что это? Вот они говорят, что это стриж. А украинцы смеются, говорят, да нет, это не стриж. Ну, и в конце концов, если это стриж, то, ну, насколько же дырявый ваш ПВО. То есть, стриж был изначально снят, по сути, с вооружения, как дрон-разведчик. Потому что это слишком жирное мишень, и легко сбить было. Да, то есть, какой же вообще ПВО там стоит на Энгельсе, да, где один из главных элементов ядерной триады расистые. Что стриж прошел через эту ПВО. То есть, либо ПВО совершенно нету, либо это не стриж. Ну, в любом случае, конечно, вот про секретарь Минобороны России Канашенко, здесь сказав, что это стриж, жутко опозорился, конечно. Ну, впрочем, это, как бы сказать, общее место, мы к этому привыкли. Вот. Получилось, что да, и волки сыты, и овцы целы. И вроде как Россия не может американцев обвинить, что они эскалируют. Да, то есть, лягушечку-то эту медленно так они подварили. А с другой стороны, вот мы увидели, что украинцы получили вот то оружие, которое им нужно было, вот, да, и о котором мы говорили, и о котором мы просили вот последние недели и месяцы, в виде, как российские террористы уничтожают украинскую гражданскую инфраструктуру. То есть, это то оружие, именно то, которое остро нужно было вооруженным силам Украины. Причем даже не АТЭКМС. И я обращу внимание, что, что если бы, если бы американцы дали бы украинцам АТЭКМС, то АТЭКМС бы не достали до Энгельса. Они бы не достали бы до Рязани. Естественно, до Энгельса 650 километров, а АТЭКМС бьют на 300. Ну вот. Так что, тут, на мой взгляд, вопрос, вот после того, что мы увидели сейчас, вот, последние два дня, с АТЭКМСами, с Хаймарсами, в общем, да, с ограничениями, которые там американцы там когда-то вводили. Все это, на самом деле, отходит с прошлого. И вот с этой точки зрения, с точки зрения того, что мы сейчас видим, это выглядит, ну, как некая такая, скорее, игра все-таки, да. Да, с одной стороны, нам, конечно, каждый раз мерзко и противно. Видите, вот, как американцы, ну, проявляют, как бы, излишнюю такую осторожность, как нам кажется. А с другой стороны, ты понимаешь, это война. Война с противником абсолютно больным. Абсолютно больным. Причем, это не руководство, это вся страна заболела. Очень серьезно. В принципе, она из этого состояния особо не выходила после 1991 года. Там остались, конечно, разумные люди. Их очень жаль, тех, которых не удалось вывезти из России, которые не сумели бежать. Ну, вот, подавляющее большинство, они абсолютно больные на голову. И вот, естественно, что в этой ситуации, да, когда нужно избежать риска ядерной войны, требуется с пациентом работать так, что, ну, не всегда мы видим прямо здесь и сейчас какую-то реакцию. То есть, вот, идет ракетный террор против Украины, и мы тут же хотим, чтобы украинцы получили это АКМСА, а еще лучше Томагавки наземного базирования. Значит, да, а вместо этого мы слышим от американцев, что, извините, мы не можем украинцам ничего дать, и у нас возмущение, да, но это чисто эмоционально. Но в этой войне важно уметь ждать и видеть результаты через какое-то время. То есть, вот сейчас мы находимся на таком отрезке временном, и мы уже видим, что те наши эмоции, которые мы переживали еще неделю назад, да, месяц назад, да, когда вот идут удары по украинской инфраструктуре, а в ответ мы слышим от Запада забоченность, вот, что эти эмоции мы уже по-другому начинаем оценивать, то есть, мы уже по-другому начинаем оценивать вот то, что было раньше, да. То есть, мы понимаем, что все не так просто, что на самом деле это часть замысла, что требовалось время для разработки вооружения и для его испытания, что иногда нужно закусить удила и подождать каких-то реальных практических действий, да, один, два, три, четыре месяца. Нужно понимать, что американским политикам, европейским политикам и украинским приходится иногда молчать, то есть, они знают намного больше, они знают о каких-то разработках, они знают о каких-то планах, но они не могут их здесь сейчас озвучить по самым разным причинам. У них там разрабатывается эта крылатая ракета, она, они знают, что она полетит у них через три месяца, и вот эти три месяца они должны будут выходить к трибуне, говорить, извините, мы кастрировали Хаймарсы, мы не можем дать АТЭКамсы, ни в коем случае не дадим там какие-нибудь тяжелые ударные дроны, да, получать в ответ, значит, яйца тухлые в лицо, уходить, выходить через две недели после того, как происходит еще один удар по гражданской инфраструктуре, произносить те же самые слова, получать новую порцию тухлых яиц в лицо, уходить, так еще раз десять, и, значит, на одиннадцатый раз вдруг выясняется, что в России что-то пошло не так. И вот тут мы понимаем, что вот те люди, в которых мы бросали вот эти тухлые яйца три месяца подряд, да, это люди, ну, скажем так, да, с известной степенью устойчивости, ну, нужно, конечно, поблагодарить их за эту черную работу, потому что они, по сути, конечно, выполняют реально черную работу, в этом смысле, черную работу как дипломаты и политики. Но чтобы что? Чтобы враг на поле боя однажды был застегнут врасплох. Вот в этом заключается смысл. Да, я не утверждаю, что так и есть. Я хочу его рассказать, что я вовсе не утверждаю, что был какой-то план наверняка, что все это часть какого-то грандиозного игрища. Нет, тем более, что, ну, американцы уже показали, что они тоже могут ошибаться. Ну, они же ошиблись, причем очень серьезно ошиблись насчет боеспособности в СУ. Они в СУ не готовы были спонсировать теми же даже стингерами в конце 21-го года. То есть, иными словами, у них изначально не было какого-то такого далеко идущего плана. Может, и сейчас не было. Ну, как говорил Фрейд, иногда трубка это просто трубка. Ну, может, они правда не захотели дать атакам с Укра-Бронпром. Собрал ребят и сказал, «Ребят, ну, мы же когда-то делали ракеты, давайте сделаем сейчас». Такое может быть, может быть. То есть, иногда самое простое объяснение, оно самое истинное. Но тут разные варианты есть. Главное – результат. Что ж, я хочу сказать, что, как, впрочем, я и, впрочем, предупреждал уже неоднократно Россию, что этот Новый год для нее действительно будет наполнен салютами. И самые настоящие, самые большие, самые праздничные хлопки, такие, знаешь, вот, жирненькие, с огнями и фейерверками впереди еще. А я тебе больше скажу. А ты знаешь, кто лучше всех это понял? Саратовцы. Рассказываю, докладываю голосом. Дело в том, что мне начинают звонить мои знакомые и люди, не связанные друг с другом, и начинают говорить приблизительно следующее. Юра, ну ты же типа нацпредатель, ну ты же общаешься с Русланом Рогованом, ну ты там как-нибудь по-нацпредательски попроси их, чтобы они вот по такому адресу не били. Че ты ржешь, че ты ржешь? Я тебе на полном серьезе говорю. То есть люди очень четко это поняли. Более того, какие-то шутники в городе Сараты, пранкеры, они звонят, представляются Роспотребнадзором и сообщают, что в результате удара по ангельской авиабазе начала распространяться радиация. Поверили в лед. То есть понимаешь, Саш, кто были эти пранкеры? А кто же уже звонил? Я не знаю. Но саратовцы, земляки мои, это хорошо усвоили, что сейчас ситуация не айс. Юра, ну ты их попроси, чтобы они там держали телефончики на готове, чтобы мы красивое видео получили. Там из окна-то видно, небось, как все работает хорошо. Это да. Саш, спасибо тебе огромное за интереснейшую беседу. Друзья, я напоминаю, вы слышали точку зрения прекрасного журналиста Александра Кушнаря. Но я напоминаю другое. Выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рошорт. Обязательно подпишитесь на канал Саши Кушнаря. Гиперссылка будет в описании и в заглаве. Ну а также слава Украине. Героям слава. До встречи, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok